Музыкальные произведения саратовских авторов-исполнителей теперь могут стать кинопеснями. На теплоходе «Шансон Эвесо» прошел концерт участников фестиваля «Золотая струна», организованной радиостанцией «Шансон Саратов». В нашем городе конкурс проходит уже третий раз. Ежегодно собирает под свои знамена лучших саратовских исполнителей шансона. Пять лучших из них в этом году удостоились чести представлять наш город на конкурсе «Кинопесня в Москве». Для меня «Шансон» – это как первая часть этого слова, это шанс. С помощью этого шансона у меня был шанс и выиграть в этом конкурсе, и съездить в Москву, пускай я там не выиграл, но зато пообщался с очень интересными людьми, которые были в жюри, которые были участниками. Мы все познакомились, нас не так много было. И Саратовская область была супер просто представлена. Вы знаете, что среди пяти победителей двое были в Саратовске, это здорово. Стались самые приятные впечатления вообще у нас на нашей земле редко проводят что-либо подобное. Поэтому очень я рад, что это вообще было, и что я имел счастье участвовать, выйти на сцену и поделиться своими творчествами. В числе победителей конкурса «Кинопесни» оказались двое наших земляков. Александр Блонский и Александр Староверов завоевали право выступить на галоконцерте «Кинопесни» на кинофестивале «Киношок» в Анапе. Кроме того, песни победителей в скором времени можно будет услышать в фильмах на федеральных телеканалах. Идея «Кинопесни» заключается в том, чтобы собрать таланты по всей стране, по всей России, и, соответственно, создать некую базу данных, эти песни смогли попасть саундтреками к новым фильмам, которые снимаются и будут показаны даже в ближайшем сезоне. Приглянулись чем-то мои сочинения, какая-то моя манера исполнения, я не знаю. Возможно, это вписывается, поскольку формат конкурса предполагал дальнейшее гипотетическое участие победивших песен в теле и кино продуктах, фильмах. Вероятно, то, что я исполнял, то, что я сочинял, сочиняю, вписывается как-то в видеоряд.